Всем привет, дорогие друзья, с вами Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмод. Да, в прошлом эпизоде мы, ну, просто, как обычно, ловили покемонов и качали их. Да, сейчас продолжим. Так, увеличим пока их. Так. Ну. И всё. Так, 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 вот. И что ж, я думаю, можно идти продолжать, ловить покемонов, в принципе, и качать наших, какие уже у нас есть. И так. Сейчас немножко, немножко почистим. Как это у нас было, я уже не помню. Ну, в принципе, пусть будет вот так. И всё, и идём качать наших покемонов. Это чё, было? А, какой-то звук, это вот этот покемон, чё-то там говорит. Так, ладно. Сейчас я, в принципе, даже не знаю, в какую сторону нам лучше всего идти. И, если честно, ну, не знаю, короче, пойду вот сюда, в эту сторону. Так, опять музыка. Так, 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 так. Фу, найти бы каких-нибудь покемонов, таких прокачанных, чтобы наших покемонов прокачать. Так, секундочку. И так. Продолжаем, я там немножко отлучился. И так. В принципе, бежим. Пусть будет в этом направлении. Так, в этой биоме, где у нас болото, я думаю, у всех покемонов с этой локации мы уже словили, если я не ошибаюсь. Ещё осталось несколько покемонов с локацией, ну, с обычных, с обычного поля, можно сказать. Какой-то новый появился в новой версии Пиксельмона. Я уже не помню, если честно, как он называется, то ли, какой-то там Кангаскан, что-то такое, если честно, я не помню. Ну, что-то вроде такого, такого рода, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я забыл, вы... А, нет, всё нормально. Так, и... И-и-и. В принципе, тут у нас снег, снег, снег. В принципе, нам снег нужен только для того, чтобы попытаться найти тот же камень льда, чтобы превратить нашего Ивика, который вроде ещё у нас есть, если я не ошибаюсь. И которого мы уже долгое время не можем для него найти камушек, чтобы его превратить. И... О, во-во, такого покемона у нас ещё нету, но я, в принципе, даже не хочу его ловить. Так. Ага. Отлично. И... Ух, нифига себе, да ты даже сильный такой, можно сказать. Сейчас, ну пусть будет Мью. Ага. Отлично. Так. Фу, и идём дальше. Ой-ой-ой-ой, что-то меня залагало. Так, ну, я так и понял. Ой, это чё было? Какой-то покемон там. И-и-и-и. Да, тут снег, тут дождь, отлично. Логично вообще как-то. Ну, нет то, чтобы логично, просто странно. И так. Так-так-так-так-так-так-так. О, тренер, ты какой там уровень? Двадцать четвёртый. Думаю, не буду я на тебя нападать. А лучше полеч... О, о-о-о-о-о-о-о. Даже уже, когда садишься на... А-а-а-а. Какие чаризарда. У него уже даже... Ч... У него... Во, жизнь у него показывает. А вот чья заметил. А управление-то намного лучше стало. Вот как он быстро разворачивается. Прямо на месте, вот. Один, одна сторона, вторая сторона. И просто вот крутится. Это вообще офигенно. Если это... Если честно, это не может не радовать. Потому что, я думаю, вы помните... Ой-ой-ой. А вот такая фигня всё ещё случается, что ты падаешь. Ну... Суть в том, что... Это просто-напросто офигенно. Так как я думаю... Ну... Когда я летал много раз на шаризарде. Это вообще такой же... Такая жесть была, что... Сейчас. Я... Я вообще не мог его даже... Повернуть по сторонам. Потому что он просто-напросто... Не разворачивался. Мне нужно было просто-напросто где-то... Облететь пол карты. Пол карты. Только ради того, чтобы мне сделать один круг. И чтобы просто-напросто поменять направление, куда мне нужно лететь. Это такая жесть была. Я здесь вот с той фигнёй так нанервничал. Что сдуреть можно. Я, например, вот тут. Мне нужно было облететь какие-то... Метров так 500. Только ради того, чтобы просто-напросто развернуть шаризарда. Как бы... С той стороны. Ну... Развернуть шаризарда как бы... Эм... Как это можно сказать? Ну, в ту сторону, куда тебе нужно. Как бы... Развернуть его в другую сторону. Это вообще нереально. Так, а чё я сюда плыву? Ой-ой-ой. А, фу. Я уже испугался. Куда я лечу? Если честно, это вообще... Ну так нереально было его развернуть. Ну сколько я мучился. Мне нужно было... Ещё раз скажу. Столько пролететь просто-напросто, чтобы развернуть этого шаризарда. А сейчас... А сейчас... Ты подлетаешь и просто-напросто он нажимает кнопку и он сразу разворачивается в ту сторону, куда тебе нужно. И это вообще... Классно так. Ооо... Да ты издеваешься, да? Сквиртл. Реально. Сквиртл. Действительно. Да я его 40 частей искал, и я не мог его найти. Я нашёл где-то два раза твою вторую эволюцию. Это Вар Тортла. А тут ты попался мне, Сквиртл. Первая эволюция, как бы. 12 уровень. Эмм, да. Офигенно. Но я, если честно, не вижу смысла его ловить, так как у нас его уже есть. Его последняя эволюция, это... Это, это, это... Да я опять забыл. Это... Бластойс, во. Или как он там называется? Бластойс, Бластуас, как кто его называет. В принципе, это... Не так уж и важно. То, что он у нас уже есть, да. Ага. Так. Нападаем на тебя. И сейчас... Смью, конечно же. И ещё раз с мью. Отлично. И продолжаем. Не знаю, я думаю, тут... О! Это с кого выпадает, когда вот такая? Не знаю, если... Я знаю одно, что, когда убить редкого покемона, который называется... Ну, тот, что у нас есть, Дратини. С него выпадают алмазы, прикиньте. Когда его просто убиваешь, с него выпадают алмазы. То, что ты его просто убил. Так как это редкий покемон, можно сказать. И это офигенно. Значит, нужно его просто-напросто ловить и убивать, чтобы... Ой. Чтобы просто-напросто заработать алмазы. В смысле, ну не ловить, а... В смысле, находить его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Электробуз. Ты что-то реально сильный. Но я, в принципе, тебя хотел вообще словить. Но ты на меня напал. И наш кабутоп случайно тебя убил. Мда. О! Сикинг. Отлично. Я, если честно, даже не заметил, что наша... Что наша рыба превратилась в свою эволюцию. Сикинга. Отлично. То бишь, еще плюс один покемон. Ну, че. Попытаемся убить... Снорлакса. О, отлично. Еще один удар. Да, нифигонько так ему... Опыта. Опыта дала нашим покемонам. О, и вот этот. О, из Снорлакса яблочки выпадают. Выпало два яблока. Офигенно. Отлично. И вот. Перевратился в этого наш покемон. И осталась еще его последняя эволюция. Я, если честно, не помню, на каком уровне эволюционирую. Ага, значит, если вот этот покемон уже прокачанный, значит, можно забрать... Взять у него двойной опыт и поставить на этого покемона. Мда. Кинглер. Офигенно. 45 уровень, но... У нас его нету. В принципе, можно его словить, но... Это его вторая эволюция, а не первая. Поэтому первая эволюция... Я не помню, какая у него первая эволюция. Вроде Крабби. Или как он там называется. Ну, в принципе, я думаю, это его вторая эволюция. Ну, если словим, то словим. Не словим, то... Хотя бы неплохо так прокачаем наших покемонов, потому что он 45 уровень. Ну, чё, словишься? Словили. Нормально. Да, закинула его в наш компьютер, конечно же. Что-то, если честно, я уже давно так не встречал покемонов-боссов. Не знаю, почему. О, Шелдер. Шелдер. Шелдера ещё у нас нету. Но они сейчас в бою. Я его вообще никак не словлю. А у него вообще есть какие-нибудь эволюции? Чё-то мне кажется, что нету. Хотя, я, если честно, не знаю, есть ли вообще у него эволюции. Ну, в принципе, этого покемона у нас ещё нету, поэтому можно его словить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Отлично, ещё на этом покемоне можно прокачаться. Наш Мью. Легендарнейший... Ну, не легендарнейший. Ну, в принципе, прикольный покемон. Так. Он же Мью. Это за себя уже сразу говорит, что... Что это за покемон? Итак. Убиваем. И идём дальше. В ту сторону. Нам нужно найти одного покемона, который... Которого, в принципе, добавили только в этом моде. Ну, не... Не... Ну, в этом... В этой новой... В новой версии этого мода. Ну, в принципе, этого покемона у нас тоже ещё нету. Ну, я, если честно, не вижу смысла его просто-напросто ловить. Только потому, что у него тут не про... Как бы ещё не добавлены его эволюции, которые у него есть. Поэтому я пока не вижу смысла его ловить. Может, потом в следующих эволюциях... Может, надумают добавить ему... Ой, с одного удара. Ну, ладно. Сильный всё-таки Мью. Ну, и да, может, надумают ему добавить какие-то там ещё эволюции. В принципе, это прикольный покемон. Вот эта овечка. Он вроде, если я не ошибаюсь, покемон. Покемон, покемон. Электрический покемон. Да. И если, в принципе, добавят в эти эволюции, то можно его будет словить. И так. Да. Да ты издеваешься. А, они бьются там вроде с кем. Если честно, даже не заметил, что ты там в бою. Оооо. Ещё один покемон, которого добавили в новой версии мода Pixelmon. Это... Ща-ща-ща-ща. Я не буду смотреть его ник. И ща... Я не буду, не буду, не буду смотреть, как он называется. Я сейчас вспомню. Эм... Ликитунг. Вот. Если я не ошибаюсь. Ликитунг. Да. Я не ошибся. Прикольный вообще покемон. А, они... Они в бою. Тогда на этого нападём. Действительно, прикольный такой покемончик. С таким языком долгим. Лишь бы его не убить. Фу, нормально. Опять эта музыка. Ооо. Во-во-во-во-во-во. Ещё один покемон, о котором я говорил. Вот он слева в экране там стоит такая какая-то... Тут... Тут... Куда он пропал? Вы видели? Он там слева в экране стоял. Такой какой-то... То ли бегемот, то ли... Динозавр. И с мешочком, как кенгуру. То бишь, он в животе... Держит... Ребёнка своего. Вот он стоял слева. Просто-напросто... Если вы заметили, то он просто-напросто испарился куда-то. Я нашёл того покемона, но куда он делся? Это музыка? Новая. А, отлично. Мы словили Лики Тунга. А вот тот покемон, где? Где тут покемон? Я же его видел. Он тут стоил. Или в какой он вообще стороне стоял? Но я видел, что он тут был. Если вы перемотаете немножко назад, то вы увидите тот момент, когда я говорил, что он там стоял. Так как действительно я его видел. Я не знаю, куда он испарился, куда он так исчез быстро, за пару секунд. Просто-напросто, если так было смотреть на него, то в принципе я был в бою. Я сказал, во, смотрите там слева в экране тот ещё один покемон, которого я хочу словить. И где-то через пару секунд он просто-напросто, пум, куда-то исчез. Я не знаю почему, но я думаю, мы его ещё найдём, если постараемся, если будем его искать ещё. Ой-ой-ой-ой, да ну. Ой, чё, я не... Ну, в принципе, тоже нормально, ударила его так. Давай ещё один раз, ещё один раз. Отлично, опыта тоже так неплохо нам дало. Нашим покемоном. Да, тот покемон действительно куда-то просто-напросто исчез, но... Ладно, будем его продолжать искать. Может, всё-таки ещё раз найдём. Ну, в принципе, сейчас... В принципе, дорогие друзья, я думаю, на этом можно закончить этот эпизод. Я словил вроде два новых покемона. Это Ликитунг и... И ещё какой-то покемона. И Кинглер, да. Крабби первой эволюции. И, в принципе, да. Я нашёл тоже прикольного покемона, но он... Которого добавили в этой новой версии Пиксельмона. Но он почему-то куда-то напросто просто испарился, если честно. Но я думаю, всё-таки, да, на этом можно закончить. Продолжим ловить... О, кого я нашел? Двух редких покемонов, сразу. Это те покемоны, это те покемоны, это те покемоны. Первая эволюция это Дратиний, я говорил, что с него выпадают алмазы, если его убить. А это вторая эволюция, Драгонея. В принципе, на нем можно отлично прокачаться, так как он 35-й покемон, 35-й уровень покемона. И в принципе он редкий покемон. А, я не знаю, вторая эволюция, с него выпадают алмазы, но я почему-то думаю, что нет. Нет, с него не выпали алмазы. Но я точно знаю, что с первой эволюции Дратиний, с него выпадают алмазы 100%. Я даже сам пробовал один раз, чтобы убедиться, что это правда. Я убил его, и с него выпало где-то 3-4 алмаза. Но это вторая эволюция, это не первая Дратиний. Может, с эволюцией эта способность его выкидывать после смерти алмазы пропадает? Я не знаю почему. Ну, в принципе, если вторая эволюция этого покемона, то, если так думать, то вторая эволюция, если ее убиваешь, то еще больше алмазов нужно, как бы, выкидывать. Потому что это вторая эволюция, сильнее, чем первая. Ну, в принципе, ладно, я еще расскажу все. На этом можно заканчивать. И ставьте лайки, чтобы было больше серий Пиксельмона. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.